Подготовка квалифицированных медработников – одна из важнейших задач государства. Когда мир столкнулся с пандемией, медики смогли дать достойный отпор опасной инфекции. Героическая и, безусловно, престижная профессия. В республике это понимают и стараются создать все условия для получения не просто дипломов, а уникальных знаний. Луганский государственный университет имени святителя Луки в ВУЗ с историей более чем в 60 лет. И с года в год, и с десятилетия в десятилетие здесь доказывали, выпускники этого университета – лучшие из лучших. Так есть и сейчас. Кстати, здесь сегодня учатся свыше 4000 студентов. В ВУЗе 6 факультетов. Вот, кстати, гербы каждого из них. И на каждом указан год открытия. Вот этот первый медицинский факультет лечебное дело открыт в 1956 году. Это, кстати, год основания ВУЗа. И в последующем открывались новые факультеты. Еще один в 79-м факультет после дипломного образования. После два факультета открыли в 83-м и еще два в 98-м. И все они сегодня работают. И во всех учатся студенты. Об уникальности ВУЗа говорит и его материально-техническая база, к примеру, как этот музей кафедры анатомии человека. Обратите внимание, что название дублируется на английском языке. Ведь в университете много иностранных студентов. Все учащиеся в этих стенах могут наглядно рассмотреть и изучить абсолютно любой орган человека, а также его всевозможные патологии. ВУЗ мы посетили вечером, чтобы минимизировать контакты и со студентами, и с преподавателями. Встретились лишь с наставником университета, ректором Александром Торбой. Наши специалисты пользуются очень большим спросом и за пределами Луганской Народной Республики. Они находят с легкостью работу и в Российской Федерации, и в дальнем зарубежье. Потому что уровень подготовки достаточно высок. Наших выпускников в первую очередь ценят за тот багаж знаний, который они получили в медицинском. За этим же багажом сюда едут со всех уголков мира. Еще в 83-м году был открыт факультет иностранных студентов. Едут, конечно, не за дипломом. Едут за знаниями. И это работа наших уважаемых профессорско-преподавательского состава. Многолетняя. Десятилетиями ВУЗ набирал свою мощь. Здесь готовы обучать всех, но одна из основных задач – подготовка специалистов для республики. В этом вопросе необходимо полное взаимодействие с властями. Обеспечить в первую очередь необходимы социально-бытовые условия. И, естественно, очень важным является обеспечить выпускников и молодых специалистов жильем. И, естественно, то, что человек приходит, выпустившись, став фельдшером или медицинской сестрой, и устроившись, работает на ФАП в отдаленном районе, естественно, приобретает уже сразу с первых шагов уважения. Именно в медсестрах и фельдшерах, специалистах среднего звена, сегодня нуждается республика. Этот труд не менее важен, чем врачебный. Акцентирует внимание на этом и руководитель профильного ведомства Наталья Пащенко. Это отдельный, уважаемый, почитаемый труд медсестры, фельдшера, потому что только совместно мы можем оказывать качественную медицинскую помощь, и только совместно со средним медицинским персоналом она может быть эффективной. Как уже сказали, труд медика престижен, популярен, почитаем. И эту планку необходимо удержать. Начинают с малого и маленьких. Профориентация, которая сегодня ведется у нас среди детей, мы стараемся как можно чаще встречаться с нашим подрастающим поколением, чтобы с ними общаться, чтобы отвечать на вопросы, насколько это интересный труд, насколько он востребован. Люди в белых халатах, они всегда на передовой. Хоть в красной зоне с больными коронавирусом, хоть под артобстрелами с ранеными. Без медиков наш мир был бы невозможным. Жизнь любого человека начинается с врача. Они помогают, когда нам плохо, они спасают, когда висим на волоске. Отдавая всего себя, выгорая дотла, без сна и покоя, они выполняют свой долг. И как уже сказали дважды, труд медика престижен, популярен, почитаем.